Год назад, 2 июля, в возрасте 97 лет, ушел из жизни почетный гражданин города Донецк, ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Кулага. 10 октября в Доме работников культуры состоялся вечер-реквием, посвященный памяти общественного деятеля. За свою жизнь Иван Иванович удостоился многих орденов, наград и медалей. Он ввел активную общественную деятельность и внес огромный вклад в культурную жизнь Донецка. Он прошел всю войну, от первого до последнего дня, заканчивая войну в Кёнигсберге. Человек, который очень много работал в Министерстве безопасности. Он создатель многих музеев, начиная от школьных музеев памяти, создания поисковых отрядов. И самое важное, самое весомое, что произошло в жизни не только Ивана Ивановича, но и издательства, агентства «Книга памяти Украины» – это 48 томов. И 25 из них томов – это Донецкая область. Ивана Кулагу называют хранителем памяти Донбасса. Он многое сделал для того, чтобы увековечить имена неизвестных героев, павших в Великой Отечественной войне. Впоследствии его труды стали основой для возведения самых известных памятников освободителям Донбасса. По материалам, которые были собраны книгой памяти, установлены блоки памяти на горе Артёма, на Саур-могиле, в парке Ленинского комсомола. И десятки проектов, я подчеркиваю, это осуществлены, что касается именно сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Примечательно, что мероприятие посетило немалое количество детей. Сегодня, благодаря работе Ивана Кулаги, подрастающее поколение растет на историях о героических подвигах своих дедушек и бабушек и с гордостью находит их имена в книге памяти. С нами сотрудничает восьмая школа, пятьдесят четвертая, девяностые. То есть, те школы, в которых понятие «история» не становится начетническим, не становится, хотя это глубочайшая дисциплина, в которой должны дети не только понимать, но они должны беседовать с дедушками, с бабушками, с мамами, папами. Тогда история станет живой, говорящей.